Я хочу, чтобы все знали, что я учусь переводить подобные видео на другие языки. В этом видео я просто говорю. Не говорю ничего важного. Поэтому я переведу только важные части, чтобы вы могли слышать шум улицы людей. Пелус, звук может не совпадать. Хорошо, это улица, на которой я нахожусь. Я здесь уже около пяти дней. Я просто проверяю свое оборудование, чтобы посмотреть, как оно работает. Это работало довольно хорошо, когда я был в Чикаго, но не совсем уверен, как это будет работать здесь. Это хорошее место. Я в нескольких минутах отбы от всего. Будда, рынок. Все за 30 минут. Так что сейчас я просто собираюсь прогуляться и посмотреть, как работает это оборудование. Я использую палку вместе с колесом. Я улучшил дизайн. Я покажу вам его фотографию, и вы скажете мне, какой из них вам кажется лучшим. Старая версия или новая версия. Фишка в том, что ни на одну палку нельзя поставить ни одно колесо. Вам придется модифицировать колесо. Вам также придется модифицировать флешку, иначе вы получите размытые видео. Он хорошо работает с камерой GoPro, но я улучшил его до такой степени, что он работает даже с iPhone, и любая камера с ним имеет некоторую стабильность. Теперь есть одна вещь, которая мне не нравится в пребывании здесь. У меня есть две международные дебетовые карты. Бунтующий и мудрый, и ни один из них не работал во Вьетнаме. Поэтому мне пришлось придерживаться своих кредитных и дебетовых карт из Соединенных Штатов. Мои кредитные карты работают, и все мои дебетовые карты со всех моих банковских счетов работают. Но не международные дебетовые карты не работают. Знаю, что еще не работает. Disney У меня есть Disney Plus в США, и мне не удалось заставить его работать здесь даже с VPN. Теперь я могу получить доступ к своим банковским счетам и никаких проблем. Но я не могу попасть в Disney. Так что у Disney охраны сильнее, чем у всех моих банков. В любом случае я просто гуляю, говорю и показываю вам, как все выглядят. Всего один шаг за раз. Я заметил одну вещь, касающуюся большинства людей. Большинство иностранцев довольно милые. Те, что из Австралии, они очень крутые. Канада крутая. Индия и Пакистан, они все крутые. Но европейцы выглядят так, будто у них всегда плохой день. Они не улыбаются. Они ничего не говорят, но выглядят так, будто у них в заднице большие палки. Я имею в виду действительно. Ты в отпуске. Ты должен хорошо проводить время. Ты должен улыбаться. Нет, не эти ребята. Я не знаю, что с ними. И они говорят, что в Соединенных Штатах есть проблемы с оружием. Если эти ребята такие на отдыхе, то никакого оружия у них точно не должно быть. Я имею в виду, что по всей Европе будет много массовых расстрелов. Во всяком случае, как я уже говорил. Это хорошее место. Это примерно через 30-40 минут. От набережной до Будды, до почты, до военного музея. Все находятся в пределах 30-40 минут ходьбы. Прежде чем приехать сюда, я просмотрел много видео на YouTube. Они все говорили, насколько плохое это движение. Переходить улицу было опасно. Тебе придется к этому привыкнуть. Ну, если ты никогда не рос в городе, я могу это понять. Я вырос в Чикаго еще в 70-х и 80-х годах. Так что движение здесь жестче, когда пытаешься перейти улицу, но это примерно то же самое. Так что я думаю, люди, которые говорили о том, как тяжело переходить улицу, никогда не росли в городе. Кто-то еще упомянул об этом шуме. Да, это город. Будет много шума. Так оно и есть. Теперь я должен признать, что вождение здесь довольно хаотично. Но это напоминает мне Чикаго 70-х годов. Мы ехали разными путями, но не так плохо, как этот. Но еще в 70-е годы в Чикаго. А затем в конце 70-х и начале 80-х полиция начала раздавать билеты всем и каждому, за что угодно. И это очень быстро все сократило. Люди очень быстро начинают соблюдать правила дорожного движения. Так что я думаю, зависит от того, к чему вы привыкли. Где ты вырос? Окей, это видео может быть не таким уж гладким из-за того, что мне постоянно приходится вносить коррективы. Я думаю, что я единственный чернокожий человек во Вьетнаме. Я не видел здесь еще одного чернокожего американца. Я тоже не видел здесь африканца. На днях я видел одну черную девушку. Она была очень милой, но садилась в такси. Живу, и это напоминает мне. Только возьми схвати или промокни. Не берите такси на улице. Они тебя оторвут. На днях я гулял и так устал, что взял такси, которое увидел на улице. Прохождение 2 миль стоило мне 12 долларов, и, вероятно, это были не 2 мили. Я взял такси из аэропорта до отеля, и это заняло 30 минут. Так что это было более 2 миль. Это обошлось мне в 6 долларов. Я взял в другое такси, или взял пятно, или захватил свой отель, и это было менее 2 миль. Это стоило мне меньше 1 доллара. Так что нет. Не берите такси на улице. Они оторвут тебе задницу. Окей, некоторые сказали, что хотят, чтобы я давал больше комментариев. Мне нечего сказать. Почему, потому что я не знаю, какого черта я делаю. Как я говорил раньше. Не имею представления. Понятия не имею, что я делаю. Посмотрел несколько видео на YouTube. Сказал себе, надо попробовать. Ну это не совсем так. Как вы знаете, я заболел пару лет назад, еще в 2018 году. Пошел на лечение от рака, и после этого я больше не мог работать. Это cost me less than a dollar. So no, do not take a cab off the street. They will rip your ass off. Окей, so... Some people said they want me to give more commentary. I got nothing to say. Why? Because I don't know, what the heck I'm doing. Like I was saying before, I have no idea, no clue, what I'm doing. What the heck I'm doing? What the heck I'm doing? Где я, черт возьми? Я не знаю, где, черт возьми, я нахожусь. Я не знал, куда, черт возьми, я иду. Я думаю, что я шел в неправильном направлении. Ох, давай просто продолжим идти и посмотрим, что мы узнаем. Может оказаться где-нибудь. Где я, черт возьми? Хорошо, как я уже сказал, я собирался взять отпуск. Я больше не мог работать, и у меня были накоплены деньги от попыток начать свой бизнес. Я всегда хочу посетить Таиланд. И я собирался поехать в Таиланд. Потом я начал смотреть видео на YouTube и обнаружил, что могу позволить себе жить в Таиланде, но не в США. И вот в 2021 году я продлил паспорт. Я собирался уйти в начале 2022 года. И ударил ковид, а потом я снова заболел. И я не мог никуда пойти. Плюс давление у меня было выше 230 на 111. Это было настолько плохо, что мне пришлось на какое-то время прекратить снимать видео. По крайней мере, не переводите их на другие языки. Мое кровяное давление было очень плохим в течение года. Нам наконец удалось снизить мое кровяное давление до 160, но никакие лекарства не помогли. Мое кровяное давление наконец снизилось, и я решил, что это шанс пойти. Моя маленькая собачка. Она умерла. Я собирался остаться здесь до августа, чтобы уехать. Но как только она умерла, я решил, что пришло время. Когда я думаю о своей собаке. Я воспитывал ее с тех пор, как она была щенком. И по какой-то причине, когда умерла моя бабушка, умер мой дедушка, умерли дяди, умерли друзья. Я усыпляю других собак. Но по причине, она. Эта собака, единственная, что меня смутила. Единственная, что меня смущает. Я не могу. Думаю, я пошел в неправильном направлении. Мне следовало пойти другим путем. Я испортил. Я возвращаюсь в другую сторону, мимо моего отеля. Она умирает. Все портятся где-то 2-3 недели. Я не мог перестать плакать, когда когда-либо говорил о ней. Никогда не плакала, когда умерла моя бабушка или кто-то еще, кроме нее, этой маленькой девочки. Возможно, это была комбинация вещей. Понятия не имею почему. В любом случае, я снова снимаю видео во Вьетнаме. Все кажется очень круто. Хорошо, я видел, что двигаюсь не в том направлении. Будда, рынок, все в этом направлении. Север. Мне следовало посмотреть на компас и все проверить. Но я этого не сделал. Ну что ж. Для тех, кто посмотрит мое первое видео. Когда я был в аэропорту Чикаго, там было очень мало чернокожих. Чернокожие американцы в международной части уезжали. Я был единственным чернокожим американцем в моем самолете. Только один. Итак, я воспользовался услугами катарских авиалиний. И когда я добрался до аэропорта Катара, клянусь, я был единственным чернокожим во всем аэропорту. Пока я не увидел вдалеке одного парня. Одна черная Америка. Я думаю, он был американцем. Но я не знаю наверняка. Кроме этого, я был единственным чернокожим человеком. Поэтому, когда мой самолет приземлился во Вьетнаме, я узнал, что там была чернокожая пара. Чернокожая американская пара в моем самолете. Они из Нью-Йорка и пробудут здесь всего три часа дня. Кроме этого нет. Я не видел еще ни одного чернокожего американца во Вьетнаме. Продолжение следует... До свидания. Ого. Вообще, для того, чтобы слушать мои первые видео, когда я fui в Киаогеерпорте, где-то слишком много кто-то, нескольких америка, нескольких америках, и были красным паром. И я был единственным днем на моей плане. Только один. Только один. Я взял Катар Аэрлайн. И когда я приехал в Катар Аэрпорт, я спрошу я был только один человек, в целом, в целом, когда я увидел один человек, в дальнейшем, он был только один человек, я думаю, что он был американцем, но я не знаю за счет. Но больше всего, я должен быть возможным, даже один человек. Поехали. Только один человек, в целом, или где у него, У меня есть и везде. Я нашел в моем航е, я нашел в Венаме. Я нашел в Моя парень. Они из Н.Йорка. И они не были в два днях. Отре того, я знаю Я только один другий человек из Америки, и вы не. Окей, чувак. Да, Чикаго. Чикаго. Сколько? Пять дней. Я не знаю. Я просто иду. И ещё одна вещь, эти ребята. Ты должен их посмотреть. Я имею в виду, они знают свои навыки. Они видят туриста, и я определённо турист. Они говорят немного по-английски или очень хорошо по-английски. Палка с колесом привлекает много внимания. Даже когда я использовал его в Чикаго. Позвольте мне сказать вам, это очень помогает, когда дело доходит до съёмок. Можно гулять целый день. Подключите аккумулятор к камере и снимайте весь день. Пока у вас много памяти, вам никогда не придётся останавливать запись. Весь день с Гопро, даже не выключая её. Окей, я пойду до конца улицы. Я собираюсь остановиться, потому что я устаю. Мои ноги снова начинают болеть, и я не знаю, что ещё сказать. Если бы я пошёл правильным путём, я бы уже оказался на ночном рынке или продовольственном рынке, потому что, как я уже сказал, все в этом районе очень близко. И когда вы проходите мимо ночного рынка, примерно в четырёх-пяти кварталах находится почтовое отделение. А затем пройдите ещё четыре-пять кварталов и вы попадёте в военный музей. А если пойти в другом направлении, то попадёшь на Юнион Сквер, где все тусуются по ночам. И прямо рядом с Юнион Сквер находится набережная. На днях я был на набережной, и проблема в том, чтобы добраться до набережной. Вам нужно пересечь шоссе. Если вы к этому не привыкли, это может быть грубо. Я вырос в Чикаго в 70-е годы. И мы видели бы это дерьмо всё время. Так что это было не так уж и важно. Вам просто нужно не торопиться и переходить дорогу, когда трафик низкий. Окей, и эта палка с колесиком работает очень хорошо, потому что можно просто идти и не нужно ничего нести. Пытаюсь найти производителя. Он очень универсален, когда дело доходит до съёмок на открытом воздухе. Причина, по которой в прошлом никогда не делали уличную тележку, заключается в том, что все вибрации улицы передают все это движение в ваш фильм. И делает фильм почти размытым или трясущимся. Он почти полностью не пригоден для использования. Но я решаю эту проблему. Так что теперь он работает не только с камерой GoPro, но и практически с любой камерой или мобильным телефоном, имеющим тот или иной тип стабилизации. Если нет стабилизации, то работать не будет. С ним можно использовать две камеры одновременно. Но я слишком боюсь, что мой мобильный телефон могут украсть. И я не хочу беспокоиться о своём iPhone. Поэтому во Вьетнаме я буду использовать только одну камеру. GoPro есть у каждого, поэтому я думаю, что большинство людей не считают GoPro достаточно ценной вещью, чтобы её можно было украсть. Трансфер все это движение в фильме. И это может быть мобильным или шагом. И это почти полностью неспользователь. Но я работаю на полнота. Но сейчас это работает с GoPro. И это работает с почти любой камерой или телефон. Это имеет какой-то стабилизации. Если это не имеет стабилизации, то это не будет. Это работает. Я работаю на пару дней. И сейчас я перейду на мою мобильную информацию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я не знаю, какие здесь законы, когда речь идет о съемке детей. Так что я собираюсь пропустить парк. Давай пройдемся по этой улице. Я могу добраться до продовольственного рынка, что меня разочаровало. Они сказали, что это большая туристическая ловушка. Все места в городе действительно модернизировали, это туристические ловушки. Привет. Ребята, наверное, австралийцы. Не знаю, у меня просто неприятный привкус во рту от попытки поздороваться с некоторыми европейцами. И у них этого просто не было. И лишь немногие из них были женаты. Так что причина была не в этом. Да. Это не цена. Это не цена. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Мне нечего сказать, потому что я не знаю, какого черта я делаю Я посмотрел несколько видеороликов на YouTube и сказал себе, что могу попробовать Я больше не могу работать, потому что радиация повредила так много кровеносных сосудов на моей шее, что моя правая рука и правая рука стали плохо функционировать Это одна из причин, по которой я сделал палку с колесом Так что мне не придется таскать с собой целую кучу оборудования Так что это дорога к первой остановке Я не собираюсь делать все остановки Надеюсь выйти на рынок Я не собираюсь делать все остановки Надеюсь, я доберусь до рынка, но до полного рынка или ночного рынка, как бы он ни назывался Если вы увидите, насколько плохие эти тротуары Вы поймете, насколько хорошо то, что я сделал Если вы увидите, насколько плохие эти тротуары Вы понимаете, насколько хорошие, что я сделал Привет, ребята Видите, все хорошие, кроме европейцев О да, я мог бы еще прикрепить к нему подстаканник У меня аккумулятор в подстаканнике Но поскольку это палка, к ней можно подключить что угодно Все, что вы можете прикрепить к детской коляске Вы можете прикрепить к этой штуке только благодаря обеим стойкам Так что сейчас я просто иду по улице и просто показываю вам В воздухе много благовонней Я думаю, что у меня на него аллергия На самом деле, с тех пор как я прошел химиотерапию У меня возникла аллергия на множество разных вещей Я хочу вам сказать, что химиотерапия может действительно вас испортить У вас возникнут проблемы, которых у вас никогда не было раньше Я не могу сказать, что я думаю, что я аллергия В факт, что я прошел химиотерапию Я обнаружил химиотерапию, что сейчас я химиотерапию Я химиотерапию много разных вещей Я хочу сказать, что химиотерапия может не разрушить Я хочу вам сказать, что у вас есть проблемы Вы никогда не было раньше Я не могу сказать, что я хочу сказать, что у вас есть Продолжение следует... Продолжение следует... Я не собираюсь снимать на обратном пути. Я просто пойду домой как можно быстрее. Отдохни. Я приму еще одну обезболивающую таблетку. Может, если бы я принял обезболивающую таблетку, у меня не было бы проблем. Возможно, мне придется вернуться в Чикаго через 6 месяцев или раньше, потому что обезболивающие я могу получить только в Соединенных Штатах. Вы не можете получить это платное лекарство в Азии. Поэтому я не могу получить пополнение. Нет. Я не принимаю никаких сильных опиоидов, но я принимаю один из них. Так что, если я принимаю такое сильное обезболивающее, какого черта я думаю, что могу прийти сюда? Как я и сказал. В 2021 году я отказался от всех лекарств. Все шло хорошо. А потом внезапно возникли новые проблемы. Вот что происходит, когда у вас химиотерапия. За 5 лет проблемы могут исчезнуть. Старые проблемы могут усугубиться. И у вас возникнут новые проблемы. И это случилось со мной. У меня появились новые проблемы, которых у меня никогда не было. И мое тело очень быстро начинает спускаться вниз. Потом у моей тети тоже начались проблемы. Затем у собаки начались проблемы со здоровьем. Поэтому я ничего не мог сделать. Но поскольку собака уже умерла, я теперь могу выходить и делать все, что захочу. Моя тетя будет дубовой, у нее семья рядом. Ладно, в конце улицы должен быть продуктовый рынок. Продолжение следует... Еслиого мне собака года... Подelltать Astra 쫓 demonic. Я играю сразу. Чуча. Продолжение следует... С?... Продолжение следует. Я 3 года. Подсоuer. Предо capacities и свои часы. Это что-то вроде Центрального парка. Я не знаю. Позволь мне показать тебе. Я не хотел заходить из-за детей. Я не знаю, какие законы здесь, в этой стране, когда дело доходит до съемок детей и всего остального. Я не знаю, что это два парка. Я не знаю. Как ты делаешь? Я не знаю. Не знаю. Я не знаю. Я знаю. Позволь. Позволь.